Хорошо, и мы проходим тему «История церкви». И мы вчера говорили о предтечах реформации, людях, в основном это люди, которые подготовили приход реформации, скажем так. И теперь мы пришли к реформации. Сегодня мы будем разбирать реформацию. И, конечно, мы больше будем разбирать реформацию в лицах. Почему? Потому что были действительно определенные люди, благодаря которым она состоялась. И самое известное лицо в реформации, это, конечно же, Мартин Лютер. Мартин Лютер. Мартин Лютер. Немецкий реформатор. Родился в 1483 году. Родился в 1483 году. В городке Эйслебин. Городок Эйслебин. И его родители на то время были еще небогатыми крестьянами. В семь лет он пошел в школу, как все, наверное, дети. Когда ему 14 лет исполнилось, родители послали его в другой город учиться в францисканской школе, продолжать образование. Это тяжелое время для него. Он бедствовал, голодал, было трудно, но, тем не менее, продолжал учиться. В 1501 году поступил в Эрфурский университет, факультет философии. В 1501 год поступает в Эрфурский университет, факультет философии. И через два года буквально он уже получает степень бакалавра по философии и начинает читать лекции по этому же предмету. А еще через два года он получает степень магистра. Но вдруг, неожиданно для всех, уходит в монастырь. Этот поступок разорвал на долгие годы его отношения с отцом, который хотел, чтобы Мартин Лютер не повторил бедный образ жизни его, чтобы он состоялся, юристом был. Но Мартин Лютер оставляет светскую жизнь, уходит в монастырь августинцев. Есть несколько вариантов истории, что на это повлияло. Погибает его друг в молодом возрасте. И это заставляет Мартина Лютера впервые задуматься вообще о смысле жизни. И вроде бы однажды он попадает в страшную грозу, и молния бьет рядом с ним в дерево. Он чувствует себя в опасности, молится. Причем молится, по-моему, святой Екатерине, так как он католик, да, или кому-то там еще. И обещает, что если ему, ну, он не погибнет, жизнь будет сохранена, он посвятит свою жизнь служению Богу. И так, так и происходит. Он становится монахом августинского монастыря. И совершает подвиги во имя Господа. Как он позже признается, что в первые годы своей жизни в монастыре он пытался штурмом взять Царство Божье. Что это значит? Он наложил на себя такой суровый образ жизни, чтобы завоевать расположение Бога, что ли, да? У него был, сразу на него, как на молодого монаха возложили, а в нем еще монахи-августинцы видели в нем определенную гордость в этом молодом человеке. И поэтому, чтобы смирить его, накладывали на него большие работы. Он был постоянно занят. Если он заканчивал с одной работой, он делал что-то другое. Он заводил часы, он подметал весь монастырь, обязанности привратника совершал, прислуживал старшим монахам. Только у него выдавалась свободная минута, его посылали в город, или он сам шел в город собирать пожертвования для монастыря. Там дети над ним смеялись, но это его не смущало. И он сам к себе так относился. Он жестко постился, много молился, ограничивал себя во сне, спал там, носил простую одежду грубую, волосяницу какую-нибудь, спал чуть не на полу. То есть ввел такой аскетический образ жизни. И в 1507 году принимает священство. В 1507 году принимает священство. До этого он как послушник принимает священство. Причем то, что он поступает в монастырь, не прерывает его образование. Саксонский кюрфюст, Фридрих Мудрый, который потом всю жизнь покроверительствует Мартину Лютеру, а сдружился с ним еще когда тот был молодым монахом, основывает Виттенбергский университет и приглашает туда Мартина Лютера преподавать. И Мартин Лютер преподает там диалектику, Аристотеля преподает и получает также одновременно там бакалавра теологии, библейского бакалавра. С этого момента его допускают читать лекции по священному писанию. Позже становится доктором богословия и получает право толковать Библию. Чтобы лучше... Он такой был человек пытливого ума. Чтобы лучше понять священное писание, он хочет читать его в оригинале и поэтому учит греческий, учит еврейский. Самое интересное, что Лютер был всегда правоверным католиком и его разрыв с католической церковью для всех стал неожиданным. Он был таким посвященным сыном католической церкви. Он видел недостойный образ жизни, который ведет священство, монашество иногда. Но знаете, списывал это на все, все на то, что... Ну это здесь так, это здесь. А вообще папа не знает. Папа хороший, знаете. Папа просто не знает, а то бы он там всем показал, да, где раки зимой. Однажды он едет в Рим и видит в Риме еще худшее положение, но тем не менее так же закрывает на это глаза, отдает как бы все это Господу. В Риме он посещает священные места, и там есть такая часовинка Санта-Скала, святыня для католиков, и он на коленях поднимается по ней несколько раз вверх-вниз, так что сдирает себе колени до костей, до крови. Но ищет прощения, он осознает себя грешником, но тем не менее как бы прощения не чувствует. Самое интересное, что он стал осознавать себя грешником, тогда, когда прочитал несколько трудов Яна Гуса ему попались. Ему так понравились эти труды, что он заявил, что он не понимает вообще, почему такого богослова, такого мужа Божьего, да, сожгли на костре, за что он не видит никакой ереси. И когда он читает эти труды, с этого момента он начинает себя чувствовать грешником еще большим, а выхода как бы нет. Но что интересно, что когда он начинает читать Священное Писание, вдруг что-то начинает меняться в его теологии, в его голове, в его богословии, но он не выступает резко против католической церкви. Разрывом, серьезным, как бы его выступлением против каких-то вещей в католицизме послужило следующее. Рядом с его городком, там, где была его паста, приехал известный монах Тецель, который был уполномочен Папой Римским на продажу облигаций, облигаций, индульгенций, прошу прощения. В это время Папа Лев X как бы задумал грандиозное строительство Базилика Святого Петра. Ему нужны были деньги. И он уполномачивал определенных людей, которые ездили по Европе, добывали деньги для этого строительства через продажу индульгенций. И Тецель был одним из самых, скажем так, хороших бизнесменов в этом направлении. Я говорил, да, что у него была своя такса, допустим, на разные виды преступления. За простой убийца семь червонцев, за убийство родителей десять, за святотатство девять червонцев. И, конечно, образованные люди того времени и образованные священники негодовали по поводу того, как дурачат вообще народ. А народ простой, хотел прощения грехов, да? И покупали, конечно же, шли на это. Он обосновался в Лейпциге и Лютер закрывал глаза до тех пор на все это, пока люди из его павства не стали покупать там индульгенции, да? И, конечно же, он не мог с этим смириться и он выступил против этого явления. В 1517 году он пишет свои известные 95 тезисов и прибивает их к воротам своей церкви. Причем, знаете, иногда путают, думают, что 95 тезисов они выражали исповедание протестантской веры. Но на самом деле эти 95 тезисов были узконаправлены, они были конкретно направлены против практики отпущения грехов за деньги, против индульгенции. И он говорил, он учил, что акт примирения с Богом в виде денежной жертвы недействителен. И, допустим, он писал следующие вещи. Папа не имеет ни силы, ни власти отпускать таким образом грехи. Он может только заступиться своими молитвами за души грешников, но услышать его или нет зависит от Бога. всякий истинно раскаившийся христианин получает полное отпущение грехов без всякой индульгенции благодаря единственной благодати. Интересно, что такие разговоры уже велись образованными людьми, интеллигентными людьми того времени, но все это за кухонные споры не выходило, знаете. То есть, побаивались все равно Папы Римского, и эти люди также были далеки от народа. Мартин Лютер тоже был реформатором дворян, верхушки, но тем не менее пользовался уважением и простого народа, и также шел в народ. И эти тезисы сделали Мартина Лютера за месяц известным во всей Европе. Это было неслыханно тогда. Эти тезисы переписывались от руки, пересылались по всей Европе. В Германии за две недели стало известно всему католическому миру. И в не только на кухнях богатых людей, знатных, образованных, но и в простых домах, лачугах, бедняки разговаривали только об этом. Позже он пишет свой труд «Резолюция», в котором развивает идеи высказанных им тезисов. В этом труде следующая мысль была. Логически следовало, что отпущение, даваемое священником, и само таинство не приносят исповедующимся никакой пользы, если он внутренне не проникается верой. То есть тут он уже говорил о католическом исповедании грехов. И Мартин Лютер впервые делает спасение делом каждого лично с Богом, исключая других людей. И сегодня, знаете, для нас это не вопрос. Сегодня человек только пришел к Богу, только пришел в общину, в церковь, идет на какие-то основы веры, допустим, там, и в первых семи уроках, там, пяти, десяти уроках ему говорят эти вещи, и он воспринимает это как естественно. И сегодня каждый христианин живет с этой мыслью, что, евангельский христианин, да, что, да, он получает спасение не по делам, не через другого человека, а по вере. И сегодня это абсолютно нормальная вещь. И порой трудно представить, что в то время сама эта мысль была революционной. Это была революция. Когда люди считали, что они спасаются через церковь, да, что было развито учение о спасении через дела, через заслуги, мы говорили о сверхзаслугах, да, и такое учение было. Тогда это было что-то. Сегодня, на самом деле, знаете, все равно благодаря вот этим людям, которые прошли тогда, они в каких-то моментах своей жизни попадали в заблуждение. Где-то в каких-то практических вещах, в характере своем допускали проблемы, допускали ошибки. Но тем не менее они сделали сегодня для нас, то, за что они воевали, проливали кровь, настолько доступным, что любой новообращенный без труда теперь принимает это знание, да, Божье знание и использует его практически в своей жизни. Так что, слава Богу и спасибо им за такие вещи, конечно же. Хорошо. И Лютер учил, оправдание человека совершается одной верой в милосердие Божье. Соблюдение заповедей остается непременной обязанностью христианина, но само по себе без веры не имеет никакого значения в спасении. Это не значит, ну, как бы, он не отрицал необходимость добрых дел, конечно же, но все-таки спасение видел в искренней вере. прежде всего, а дела уже считал как следствие этой веры. И он учит о благодати впервые за долгие столетия, да, он учит о спасении по благодати. Настолько он, как бы, становится поборником этого учения, что у него даже потом были проблемы с посланием Иакова, где тут пишут, что вера без дел мертва, что мы спасаемся не только верой, но и делами. И он даже подумывал из своей Библии исключить это послание. Но потом, молившись, разобравшись, он понял, что апостол абсолютно не говорит, что мы делами чисто оправдываемся, да, но он говорит, что дела должны быть явным признаком того, что человек уверовал и имеет отношение с Богом. Да? Это явный признак, правда же? Это знаете, что-что? Делами веры достигают совершенств. Сто процентов. Амэн. На самом деле она совершенствуется. Это знаете, по внешней форме какие-то вещи могут быть видны. Но вот эта вот фраза «покажи мне веру», знаете, на самом деле она говорит о том, что наша вера должна быть видна, она должна быть в чем-то выражена, правда? Сегодня очень много в евангельском том же течении, мы не говорим сейчас о традиционных церквях, много есть спекуляций по этому поводу. Все же верующие. Кого не спроси, в кого не ткни, не плюнь, все же верующие. Да, ну не в этом дело, да? Но столько людей, живущих чисто для себя, являющихся абсолютно эгоистичными. И сегодня иногда в церквях трудно, если было время, когда нерожденный свыше человек не мог себя уютно чувствовать в церкви, ему надо было либо покаяться, либо уйти, его должно было все раздражать, то сегодня приходит время, когда нерожденные свыше люди достаточно уютно начинают себя чувствовать в церкви. Им хорошо, к ним хорошо относятся, и они даже могут принимать вид верующих. И я вижу сегодня эту проблему и у нас, в Кишиневе, в нашей церкви, когда человек год может ходить в церковь, и ты понимаешь, он нерожден свыше, и ты не знаешь, что с ним делать. И не дай Бог, чтобы атмосфера изменилась, и такие люди наполнили церковь. Все же начинается с маленькой закваски. И раньше так происходило. Постепенно, постепенно такие люди наполняли церковь, их становилось большинство, и они превращали ее просто в какую-то человеческую организацию. Поэтому, знаете, вера должна быть видна, она должна быть в чем-то проявлена. Покажи мне веру из своих дел. Амин. И поэтому нам с вами, как верующим, полезно периодически переосмысливать свою жизнь. Потому что мы-то считаем, что мы верующие, все, благодать, можно спекулировать вообще благодатью, знаете, благодать, все, мы спасены, в любом случае мы спасены, да, да, благодать. Но послушай, раз в год делай анализ своей жизни. Как за этот год выражалась твоя вера? В чем она была видна вообще? Тебе самому она была видна или нет? Амин. Я думаю, что это полезно для нас. Что-что? Некролог, да, равина, был один равин, который себе каждый год некролога себе составлял. В некрологе же описывают заслуги, дела, да, и он такой составлял, что он сделал за этот год, и такой, да, еще рано умирать, еще надо потрудиться. Аминь. Хорошо. И, конечно же, он проповедовал в Виттенберге, у него установилось все больше и больше последователей, его произведения перепечатывались, везлись в Англию, даже перевозились. И у него была поддержка среди дворянства, очень серьезная. Очень серьезная поддержка среди дворянства. И позже я скажу такую фразу. Конечно же, у него начались размолвки с папством, потом папа отлучает его булой от церкви, на что Мартин Лютер публично сжигает булу папы. Это тоже неслыханная дерзость, и это момент абсолютного разрыва Мартина Лютера с папством. Интересно, он говорит такую вещь, «Для меня жребий брошен, я презираю ярость римлян, как и их благосклонность, я не хочу во веки веков примириться с ними, не иметь с ними ничего общего, пусть осуждают, изжигают мои книги, возмездие за это я осуждаю, публично сожгу все папское право, эту ларнейскую гидру ереси». Интересно, что Мартин Лютер, ему пришла идея, мы уже говорили о том, что настроение национализма поднимались в странах, в хорошем смысле, да, люди начинали надлежность, и у него появилась идея национальной немецкой церкви. И мы уже говорили, что многие страны, многие короли церкви страдали от поборов, которые совершал Папа Римский, от его тирании определенной, и поэтому, конечно же, эта его идея, она поддержку огромное дворянство встретила. И он даже пишет такое послание или труд его императорскому величеству и христианскому дворянству немецкой нации. Обращается, где описывает короче, все свои взгляды. Он пишет, что все члены церкви, как духовные, так и миряне, являются христианами, имеют одинаковые абсолютно права. Он говорит, что духовенство отличается от мирян лишь тем, что избрано ведать в общине слово Божье и таинство, то есть как дар, но больше ничем другим не отличается. Он также говорил, что если священник почему-либо отстранен от должности, он становится таким же крестьянином или бургером или кем-то другим, как и другие люди. То есть нет на нем какого-то особого отпечатка. И он также говорил, что если Папа не стоит в духовных делах выше другого истинного христианина, то любой христианин тогда может толковать писание не хуже самого Папы Римского. Это, конечно, было достаточно революционно на тот момент. И далее в 26 параграфах он перечисляет недостатки современной церкви и предлагает как их реформировать. То есть практический подход что это делать и как их реформировать. Интересно, что Лютера приглашают в Рим, чтобы он защищал свое учение и он даже одно время собрался ехать, но были люди, которые ему посоветовали, говорят, что ты делаешь, ты не вернешься оттуда так же, как не вернулся когда-то Ян Гус с Константского собора. И нема дураков, конечно же, он не поехал. Тогда Папа Римский поручает одному из своих кардиналов как бы разобраться, что ли, вызвать Лютера там же на месте, чтобы он далеко не ехал. Лютер едет, достаточно однозначно отвечает на вопросы да, нет, да, нет, мое учение, не мое учение, ему предлагают отречься, он понимает, что положение серьезное, просит подумать там ночь, сутки, и потом, когда его спрашивают, есть такое, как поверье, что когда его спрашивают, отречется ли он от своей ереси, он говорит, на всем стою, не могу иначе. И перед этим он сказал следующие слова, если из слова Божьего вы убедите меня в том, что я не прав, я изменю свои взгляды. Но никто, конечно, его убедить не мог. Его отлучают еще раз от церкви официально, мало того, объявляют, что будет отлучен от церкви всякий, кто окажет помощь Лютеру или его проповедникам, его, ну, соработникам, кто подаст им еду, кто примет его в дом и так далее. Но Лютера отпускает, он едет, возвращается и по дороге, когда его везут в карете, вдруг подъезжает отряд вооруженных всадников, его хватают, забирают, они в масках и куда-то увозят. И он думает, ну вот, смертушка моя пришла, да? Но оказывается, на самом деле, это его друг, вот этот Кюрфюст Фридрих Мудрый, выкрал его и спрятал его в своем замке в Артбург. Какое-то время он находится там в уединении. И интересно, что, ну, в это время уже начинают ходить слухи о смерти Лютера, его нет в живых и так далее, его уже оплакивают даже его сторонники. На самом деле, он скрывается в Артбурге в это время. И в это время он пишет свои лучшие послания. И здесь же он делает главный труд в своей жизни перевод Библии на немецкий язык. Интересно, ученые говорят, что перевод Библии Лютера на немецкий язык повлиял на сегодняшний современный немецкий язык. То есть, сегодня немцы говорят языком лютеровской Библии. И Лютер говорит, что было очень трудно переводить, знаете, Потому что немецкий язык такой был достаточно грубый, варварский. Он говорит, так трудно заставить ветхозаветних еврейских пророков говорить на этом варварском языке. Это его выражение. И если бы, допустим, в свое время синодальный перевод оказал такое на нас влияние, но на самом деле не оказал, к сожалению, то бы мы на наш язык, на нашу речь, чтобы мы сегодня говорили языком синодального перевода, говорили, ибо о ка сие, вот так бы мы разговаривали. Но мы так не разговариваем. А немцы, слава богу, ну не знаю, я к чему? А немцы разговаривают вот тем языком сегодня, лютеровской библии. Это говорит на то, насколько она повлияла на нацию. Чаще, конечно. Слава богу. Хорошо, что еще можно сказать? Это, знаете, на самом деле, лютер был активным человеком, да? Павел был активным человеком. Знаете, что я заметил? Что иногда бог такое ощущение, что притормаживает активных людей. Как, знаете, есть такое, да, в Писании. Остановитесь и познайте, что я Господь. Находясь в заточении, Павел не прекращал писать свои послания, да? Находясь в заточении, лютер написал свои труды лучшие и начал перевод библии на немецкий язык. Лютора уже нет, а библия есть, да? Павла нет, а послания есть. А, наверное, лютер сидел и думал, слушай, я бы сейчас в это время столько бы всего сделать смог, да? Где-то проповедовать, где-то учить, что-то менять. Вы слышали о Джоне Буньяне, да? Верующий английский, да? И свои лучшие произведения он также написал в заточении. Это «Духовная война» и «Путешествие Пилигрима». У него до этого были книги, рассказы, но они не пользуются такой популярностью, вы их, скорее всего, не знаете. И они не особо известны, они не особо удачны. Но лучшее он написал в заточении. Иногда такое ощущение, что Господь притормаживает нас, чтобы мы сделали что-то такое вечное на самом деле. Могли сконцентрироваться. Потому что сегодня Буньяна нет, он там сидит на небесах рядом с Господом, а его книги пожинают еще людей сегодня. Производят труд, и у него там награда капает, бонусы, ну я так грубо говоря, да? Еще тык-тык-тык бегут. Сегодня нет ни одной церкви, которую лично основал апостол Павел, я имею в виду поместной церкви. Ее не существует просто. Они открывали, перетекли в другие церкви и так далее. Те, которые он открывал в Ефесе, их просто нет, в Коринфе их просто нет. Но послание его есть. И послание его тоже так же сегодня приводит людей к спасению и собирает урожай для Господа. Амин. С Лютером примерно то же самое произошло. Иногда на самом деле, может быть, Господь ставит тебя в какие-то такие стесненные обстоятельства, где ты вроде обездвижен физически, ты не можешь какие-то вещи привычные для себя делать. Да может быть, на самом деле, это время концентрации. Время послышать что-то от Господа и сделать серьезные вещи для него. Хорошо, но я процитирую, что Лютер говорил. Он говорит, «Милосердный Божий, какой громадный и тяжкий труд заставить говорить по-немецки еврейских пророков, которые так противятся этому и не хотят подражать варварскому языку немцам». У него было как бы тяжело было переводить, но тем не менее, он этот перевод все-таки сделал. В 1522 год Лютер реформирует богослужение. Если до сих пор он занимался учением, в 1522 год Лютер реформирует богослужение. Отменил всю пышность, что была в католической мессе. В центр богослужения поставил проповедь Слова Божьего, конечно же. Вел духовное пение на всех богослужениях. Сам Лютер сочинял псалмы, сочинял стихи, да? И даже к некоторым из них сочинял музыку. Псалмы были достаточно простыми, настолько, что и простые люди могли их распевать у себя дома. Реформировал богослужение. Реформировал богослужение, сочинял псалмы. В 1525 году вспыхивает крестьянская война. В 1525 году вспыхивает крестьянская война. И тоже она была питаемая религиозными идеями. Такие крайности в христианстве. Крестьяне начинают сражаться, как за свою волю, убивать дворян. Лютер выступает на стороне дворян. И он пишет брошюру против кровопийц и мятежников крестьян. Где призывает князей убивать непокорных бунтовщиков, как бешеных собак, обещая за это награду в Царстве Божьем. Восстание было потоплено в крови. Конечно же, мы не за бунт, мы не за восстание, да? Но эта брошюра уже была такой крайностью, как бы, и политическим ходом. На самом деле, Лютер и политиком тоже был. Он не был только лишь богословом. Он был политиком. И это не самый удачный его шаг в жизни, или не самый удачный ход. 1529 год, прошу прощения. 1529 год. 1529 год. Пять князей, 14 имперских городов объединяются в союз и составляют документ или исповедание веры, который называется протестация. Протестация. Пять князей, 14 имперских городов объединяются в один союз, как бы в одну такую республику, государство, и составляют протестацию. Основание веры такое, да? С тех пор последователей, ну, реформации начинают называть протестантами. Протестанты. Или последователи Лютера начинают называть лютеранами. 1529 год. Союз протестантов и протестация. Исповедание веры. Дальше лютеранство распространяется на север, в скандинавские страны очень сильно. Итак, коротко напишите. 1536 год. Лютеранство в Дании. Дания принимает лютеранство. 1536 год. Лютеранство в Дании. А в то время в состав Дании входила Норвегия и Исландия. И, соответственно, и они принимают лютеранство. 1536 год. Лютеранство в Дании. 1544 год. В Швеции. 1544 год. В Швеции. И поначалу лютер был сторонником того, чтобы... Ну, он говорил о всеобщем священстве, что все священники, каждый священник и конгрегация, то есть община сама выбирала себе священников. Но позже он говорил, что Библия доступна всем, все должны ее читать. Но, знаете, со временем его взгляды стали возвращаться обратно к католицизму. Уже туда, позже, к старости. Он объехал Германию, глухие деревеньки ее, и увидел, что люди там формально приняли лютеранство. Я хочу сказать, что во время всякого пробуждения, когда религия какая-то, вероисповедание какое-то становится на уровне государственном, это неизбежно. Всегда люди будут, которые будут принимать это формально. И когда он увидел, что простые люди не понимают, они живут в заблуждении, вдруг он стал и свое учение, свой взгляд изменять. Он сказал, что, ну, теоретически, да, все могут быть священниками, но нет, нет. И потом, в конце концов, в лютеранстве также произошло разделение над духовенство, да, и мирян. Кроме того, пришли к выводу, что не каждый может проповедовать, читать Библию. Нет, читать могут все, но истолковывать, проповедовать, учить, так же не все могут и так далее. Это может делать только священство. Многие вещи он вынес, конечно, иконы, статуи, но многие вещи сохранил из католического обряда. Внешние какие-то моменты также он оставил. И то, что касается причастия, он также верил, как католики верят. И он прочитал, когда Иисус говорит, сей есть тело мое, да, сей есть кровь моя. Он говорит, ну, слово же буквально надо понимать. Вот он говорит, это кровь, значит, так и происходит. Это кровь, да. Значит, это тело. То есть он не рассматривал их как символы. И он открывал школы, он боролся с неграмотностью, где-то участвовал в социальной работе. На самом деле он такой, по жизни был человек к жизни не особо приспособленный. Если бы не его супруга, Катерина Лютер, бывшая монахиня, которая с группой монашек, особенно это пробуждение лютеран было среди монахов. Так как он бывший монах, они видели, что в монастырях происходит. И многие молодые монахи, начитавшиеся его произведения, бежали из монастырей просто. И она с группой монашек убежала из монастыря, прибежали к нему, вот делай что хочешь. И они женили у него в доме там, и он потихоньку их замуж выдавал за своих друзей. Она последняя осталась, не хотела выдаваться ни за кого. В конце концов они поженились. И всю дорогу она была как бы его помощницей, его утверждением. Потому что он такой был человек, не приспособленный к жизни. У него постоянно в доме кто-то жил, ходил, за счет его питались. Были моменты, когда у них денег вообще никаких не было. Он читал у себя дома лекции студентам. Короче, она взялась за дело. Во-первых, она стала брать плату за проживание у людей, если уже останавливается. Она брала со студентов деньги за лекции. Она там кого выгоняла, кого оставляла, в общем, руководила этой внутренней гостиницей. Разбила огород, варила пиво, они пили пиво там, да, как бы продавала это все. За всем следила, детей ему нарожала. И он воспитанием детей почти не занимался. Не значит, что он их не любил. Он их любил, но почти не занимался. Лютер как-то один раз сказал, он хотел показать Божью любовь к нам, незаслуженную. На отношении того, как он незаслуженно, допустим, любит своих детей. Он говорит, смотрит на своего ребенка и говорит, Дитя, за что я люблю тебя? За то, что ты перемазала все углы в доме и орешь, не переставая. Я как бы любить вроде незачем, но люблю. И он как бы сравнивает это с любовью Бога к нам. И на самом деле, особенно в конце жизни у Мартина Лютера были большие депрессии серьезные. Он впадал в депрессии. По преданию к нему приходил сам дьявол и говорил, «Кто повелел тебе проповедовать Евангелие так, как долгие столетия никто не проповедовал его до тебя?» Может, ты заблудился, и даже по поверью он в него кинул чернильницы, и до сих пор пятно на стене осталось, и его туристам показывают. Он впадал в глубокие депрессии периодически, но Катерина Лютер знала выход. Она так шоковой терапией воздействовала. Она одевалась в черное, в траур, заходила в комнату. И он такой, «А что такое? Кто-то умер?» Она говорит, «Судя по твоему поведению, твой Бог умер». И он такой, так, вставал, взбадривался, ехал опять куда-то учить, проповедовать. Конечно же, он не избежал огромных ошибок в своей жизни, 100%. Первое, все-таки, как и первые миссионеры католические, монахи, он старался обратить страну с верхушки. То есть, дворяне покаялись, остальные, как само собой разумеющиеся, но не всегда так. И мы видим, и он это сам увидел в том, что простой народ был неграмотен, и Евангелие не знало. И вместо того, чтобы двигаться и реформировать что-то там, менять что-то там, он взял просто и вернулся к католическому образу ведения служения во многих моментах. Это первое. Второе в том, что он поддержал дворян в крестьянской войне. Конечно, событие неординарное, но, наверное, можно было выразить осуждение действиям крестьян, но делать такие заявления, чтобы их убивали, как бешеных собак, это тоже видно, что человек вышел из себя, то есть он не руководил какими-то моментами. И вы уже знаете наверняка, что Мартин Лютер вообще, у него была идея, желание обратить евреев ко Христу. И у него была вера, что он это сможет сделать, серьезно. И он смеялся над католиком и говорил, как же евреи покаяться, видя все это идолопоклонство, которое у вас существует. И он думал, что это идолопоклонство и является проблемой того, что евреи не обращаются. Предложив евреям свое Евангелие, он заметил, что тоже как бы не особо обращаются. И, короче, наверное, вы уже знаете, да, что во второй половине его служения, в своей жизни он стал антисемитом и выступал против евреев. Также он выступал против анабаптистов, о которых мы тоже поговорим попозже, считая их аэритиками и даже приговаривая к смерти, сжигая на костре. Хорошо. В конце жизни у него были серьезные проблемы со здоровьем, у него были постоянные головокружения, звон в ушах, обмороки. И даже за последние 13 лет своей жизни Лютер молился, призывая смерть, и называл ее своей освободительностью, освободительницей. Умер в 1546 году. Умер в 1546 году. В 1546 году. Похоронили его торжественно во дворе церкви в Виттенберге, где он прибивал свои 95 тезисов. В 1546 год. Похоронен был в церкви в Виттенберге. Слава Богу. И говоря дальше, знаете, реформация не была однозначной. Сегодня порой в реформации знают только Мартина Лютера, как бы, и все. Но в реформации были и другие лица, противоречащие порой друг другу. И уже, наверное, на следующем уроке, после перемены, мы поговорим о человеке, которого называли вождем плебейской реформации. То есть вождем реформации низов. Если мы говорим, что Лютер больше общался, его послания были направлены дворянам, высшему слоям общества, то этот человек больше обращался к низким, низшим слоям общества. Это крестьяне, простые люди. И у него были революционные взгляды. Он это пытался смешать с писанием. Конечно, закончил плачевно. Его звали Томас Мюнцер. Но об этом мы поговорим на другом уроке. А сейчас мы идем на перерыв. Продолжение следует...